Всем привет! Сегодня речь пойдет о тренажере LegMagic. Как мы знаем из рекламы, нам обещают, что этот тренажер поможет нам проработать все мышцы ног, мышцы ягодиц, а также мышц пресса. Давайте же разберемся, все-таки, насколько это правда и насколько сам тренажер так крепок, как о нем говорят в рекламе. Итак, сначала разберемся, насколько же крепкий этот тренажер и вообще какие виды LegMagic бывают. Когда мы покупали этот тренажер, мы обошли несколько магазинов и выяснилось, что абсолютно одинаковые к виду тренажеры имеют разные качества. В чем это выражалось? Элементарно, вот эта вот труба, это и это, они очень разные, на самом деле, по качеству были. У одних, в одном магазине, вернее, тренажер был более хлипкий, в другом он был более прочный. Я это определила просто с помощью даже элементарного вот такого постукивания. В магазине все для вас, такое впечатление, что тренажер был просто из фольги, он прям звенел. А здесь, ну, он и по весу тяжелее, что говорит о более толстых трубах. Ну, и как-то вот он, не знаю, надежнее мне показался, выбрали его. Также существуют тренажеры с различными датчиками вот здесь на ручке, которые показывают время, которое вы занимаетесь и так далее. Но на самом деле можно посмотреть на часы и не заморачиваться, не платить за это дополнительные деньги. Что есть еще? Какие еще бывают тренажеры? Именно Leg Magic. Подобие такого тренажера сделали фирма TORNEO. TORNEO я не пробовала, не знаю, в чем там интерес. Также педали. При выборе педалей тоже желательно обращать внимание, чтобы они были прорезиненные. Эти педали действительно прорезиненные. В них можно заниматься ботиком, в носках, в обуви, в чем угодно. Вот эти детали, они крошатся, отваливаются, когда двигается педаль. Очень резко, да, может раскрошиться. Хотя у меня этот тренажер два года, все целое, все нормально. Пару раз отвалилось, потом я пару раз опять-таки вставила обратно эти элементы. Ну, больше не отваливается, все нормально. Также существуют педали с роликами какими-то бесшумными. Действительно, я пробовала заниматься на таком тренажере. И вот здесь вот грохот, там он намного тише. Также в рекламе говорится, что действительно все очень крепкое, все такое вот обалденное. Но педали у него разболтаны. Они были такие с самого начала. И даже в тренажере, у которых ролики более бесшумные, они тоже вот так вот болтаются. Но на самом деле это не напрягает. Вот, что еще? В рекламе говорится о том, что на этом тренажере можно прорабатывать абсолютно все мышцы ног. Но на самом деле на этом тренажере можно прорабатывать полноценно, нормально, только приводящие мышцы ног. То есть внутренняя поверхность бедра. Когда вы сводите ноги, я буду показывать на одной педали, представьте, что это нога вот здесь стоит. Когда вы сводите, да, вовнутрь, очень хорошо работает внутренняя поверхность бедра, действительно очень хорошо работает. Я вообще занимаюсь на этом тренажере на каждой тренировке ног. Когда вы разводите ноги, да, вот, ноги свели, развели, я это все немного позже покажу. Я вижу, якобы должна работать внешняя поверхность бедра. Но на самом деле она не работает. Я объясню почему. Вот, теперь, собственно, я буду показывать упражнения, которые разрекламировали. Это упражнения на сведение. Те самые, которые задействуют внутреннюю поверхность бедра. И разведения, которые якобы задействуют внешнюю поверхность бедра. Чтобы задействовать внешнюю поверхность бедра, нам нужно развести ноги с усилием. Я сейчас стою в расслабленном виде. То есть, усилия я прилагаю только когда свожу, да, расслабляюсь. Я вот разъезжаюсь и все, никак не задействуется внешняя поверхность бедра. Также при сведении, говорят, ягодицы. У меня мои ягодицы абсолютно расслаблены. Единственное, если я их предварительно наступу, то якобы, да, они будут задействоваться. Но на самом деле, они будут задействоваться, если вы будете просто их предварительно напрягать и без этого тренажера. Поэтому не может этот тренажер задействовать ягодицы. Также пресс вообще не работает. Если, конечно, вы немного скрутитесь, ну, как показать, вот делать такое скручивание, так как во время проработки мышц пресса. Ну, в принципе, это можно делать, конечно же, и без этого тренажера. Также реклама показывает, что можно выполнять какие-то такие упражнения. Ну, вот я чувствую, вот у меня работает бицепс бедра. Если я стою прямо, ну, подрицепс. В принципе, можно делать эти упражнения, но на самом деле будет гораздо эффективнее, если вы будете делать выпады. Так что, в принципе, этот тренажер очень классно подходит именно для проработки внутренней поверхности бедра. Я сейчас делаю все эти упражнения с утяжелителями на ногах, потому что мне уже просто легко даже не держать за ручку. Мне легко. А теперь совет. Стоит ли покупать этот тренажер? Вы видели, как я ним пользовалась. Вы видели, какие мышцы ног у меня напрягались. Поэтому решать вам, стоит ли тратить огромные деньги на тренажер, который прорабатывает только внутреннюю поверхность бедра? Или же просто применять какие-нибудь упражнения, которые гораздо лучше проработают внутреннюю поверхность бедра? Это плие, различные приведения ног, или просто купить мяч, который можно будет вставить между коленами и сжимать его, также прорабатывая внутреннюю поверхность бедра. Тренажер хороший, для внутренней поверхности бедра. Вот и все на сегодня. Все, что хотела сказать о тренажере, я сказала. Покупать или не покупать, решайте сами. Всем спасибо за просмотр. Пока!